Друзья, приветствую! Анатолий из Московской области прислал посылку в посылке образцы масел Volkswagen, Look Oil, Motul. Видите, целая коробочка всевозможных образцов. Сейчас я распакую и покажу. Куча баночек. Описание. В данном видео пойдет речь про масло Volkswagen Special G 540. Это по лукойлу. Я уже сразу там показал. Заставку, наверное, оставлю на остальные образцы. Ну и само описание. Значит, масел. Вот верхнее у нас. Здесь плохо видно мелкий шрифт, но верхнее у нас Volkswagen. Так. Из Volkswagen Polo. Так вот я разложил здесь. Что-то видно, что-то нет. Что-то подпишу. Ну, приступим. Так, я когда-то проверял на старые прошивки масла, но, к сожалению, той базы нет. Поэтому придется создавать новый эталон. Естественно, начинаю со спектра. Вот такая спектрограмма. Есть какой-то там что-то такое. Какой-то бугорок. Так. Ну, примерно 0,08. Ну, я так оцениваю. Обычно это в полтора процента эстеров. Есть небольшое количество. Так. Далее выбираю это масло. Перехожу к редактированию. Посмотрите противоизноски. Как много. 122 процента относительно болванки. То есть, видно, что здесь присутствует полнозольное масло. Далее подправлю сейчас сажу. Гликоль. Отрицательные значения. Ну, и посмотрите, значит, так. А что-то я не понял, честно говоря. Так, здесь нитрование отрицательное. Да, я так выставляю. Значит, четыре для удобства, чтобы можно было оценить изменения. И щелочной 11.1 и кислотная 11.74. Так. Получается, так намерил прибор. Ну, и это как-то полностью совпадает с анализами, которые практически, которые в одной известной лаборатории проводили. Так, значит, приходим к отработке. Вот такой результат. Здесь описание можете посмотреть. Срабатывается противоизносная присадка. 42 процента. Обратите внимание, гликоля полпроцента. Тревожный такой знак. Нитрование нарастает. Так, сажи практически нет. Ну, видно, это трассовая в основном езда. Средняя скорость очень высокая. 45 километров в час. Значит, 2.86 кислотная. 5.5 щелочной. То есть, у масла еще есть приличный запас. И воды показало 917 ппм. Вместе с гликолем. Это может говорить о попадании, значит, в масло тасола. Владельцу стоит обратить внимание. Прокладка. Может быть, трещины в голове. Ну, по крайней мере, как обратить внимание. Понаблюдать за уровнем тасола. Ну и посмотреть на предмет эмульсии. На щупе, на крышечке. Попадает, не попадает. Так, сейчас покажу вам сравнение вязкости. Не озвучил, но надеюсь, вы почитали про автомобиль. Небольшая доливка. 100 грамм на 250 моточасов. В принципе, ничего такого страшного и криминального. Так, и вот вязкость. Да, трасса. Видите, как есть небольшое разжижение, но ничего такого тоже не вижу серьезного. То есть, нормально. Мотор работает, сажи мало. Разжижение не сильное. Вот, единственное, это гликоль. Причем, гликоль вместе с водой. Да, не забывайте отметить видео. Подписаться, кто не подписался. Нажимайте колокольчик. Не знаю, возможно, не все знают, но это масло разливается на пермском заводе Лукойла. То есть, это, по сути, Лукойл. Ну и посмотрите, какой прогноз получился. Мощие и нейтрализующие свойства 350 моточасов. Очень достойно. Крепкое полнозольное масло. Мотор, в принципе, работает хорошо. По нитрованию здесь проблема. 312 моточасов, 14 тысяч километров. Владельцу стоит обратить внимание на воздушный фильтр. Я не знаю, как меняется, как часто меняется, какой используется. Ну и по вязкости понятно, что вообще никаких проблем нету здесь. В общем-то, посмотрите. Это трассовый режим эксплуатации. Пробег у автомобиля почти 119 тысяч. Если это трасса, то можете сами посчитать, то его можно, грубо говоря, половинить по отношению к городской езде. 119-50 с чем-то. Мотор, можно сказать, в самом расцвете. Сами видели, масло отработало, на мой взгляд, очень достойно. Посмотреть вот этот нюанс с нитрованием и, возможно, даже еще больше продержится. Вот такой получился тест масла Volkswagen. Благодарю Анатолия за предоставленные образцы, за поддержку канала. Остальные образцы будут в порядке очередности. Это будет и Лукойла, дизель Лукойл Авангард Ультра и Матюль X-Clean EFE. Всех, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.